Юрий Чайко Юрий Чайко Результаты нынешнего года будут выше. Объемы увеличатся на 15-20% и достигнут показателя в 150 тысяч тонн. До планерки отметили, что поголовье коров на производствах также планируют увеличить. Закупят еще минимум 5000 голов. Важная дата в нашей истории. Ровно 76 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Она длилась 872 дня. С 1941 по 1944 год блокада по разным оценкам унесла от 600 тысяч до полутора миллионов жизней. Причем от фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей. Остальные 97% от голода. Памятные мероприятия прошли по всей стране, в том числе и на Ставрополе. К примеру, в Железноводске в городе-курорте провели акцию «Блокадный хлеб». Возле Пушкинской галереи жителям и гостям курорта выдавали 125 граммов хлеба. Блокадную норму в день на человека. Участниками мероприятия стали более 500 человек. Там же прошли тематические выступления и прозвучал голос победы. Юрий Левитан сообщил об окончании блокады Ленинграда. В бюджете Ставрополя на поддержку семей с детьми в 2020 году заложено почти 8 миллиардов рублей. Об этом говорили на встрече губернатор Владимир Владимиров и министр труда и соцзащиты населения региона Иван Ульянченко. По его словам, на сегодняшний день господдержку в крае получает около 115 тысяч семей, в которых растут примерно 210 тысяч детей. Помимо этого, глава края и министр обсудили вопросы, связанные с исполнением поручений президента России, которые глава государства обозначил в послании Федеральному собранию. Экологический информационный центр Кавминвод создадут в Железноводске. Его разместят в нижней части курортного парка, вдоль современной части каскадной лестницы. Прогуливаясь, жители и туристы смогут полюбоваться косулями, моралами и благородными оленями. Для животных построят просторные вольеры с условиями, максимально приближенными к естественной среде обитания.